Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Заключено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой-Эпштейн На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас на передаче «Культурная среда» Сегодня у нас в гостях известный пианист Наш рижанин, который проживает в настоящее время в Вене И приехал с концертом в Ригу Завтра состоится концерт в Малой Гильдии Представляю вам Антон Распудько Здравствуйте Здравствуйте И в программе будут прекрасные произведения Брамса, Шопена, Рахманинова и Мэтнера И в принципе еще недавно можно было сказать Что тот же Николай Мэтнер редко звучит у нас в Риге Однако недавно на летнем фестивале Был прям целый сольный концерт Из произведения этого композитора Можно сказать, что сейчас происходит такое возвращение в концертную жизнь Произведения этого композитора Расскажите, почему вы включили в программу произведение Николая Мэтнера И в принципе, как составили такую программу Из произведений Брамса, Шопена, Рахманинова и Мэтнера Вообще, скажем так, главная тема концертной программы Это романтизм Если так совсем просто выразиться И концерт разделен на В первой половине будет западный романтизм А во втором отделении русский Вот, несмотря на свою немецкую фамилию Широко известно, что Николай Мэтнер это русский композитор Который родился в России И потом уже последние свои годы проживал в центральной и западной Европе Что касается конкретно Мэтнера Уже много лет я видел, что все больше и больше моих коллег исполняют его произведения И сначала мне это казалось такой тенденцией Которая на самом деле существует И не всегда она хорошая Людям немножечко наскучил стандартный репертуар И они пытаются найти что-то более свежее Что-то, ну скажем таки, спрятанное бриллианты Которые, может быть, как-то находятся в тени других больших имен И мне изначально казалось, что такая тенденция, связанная с Мэтнером Это всего лишь, ну такие отчаянные поиски И просто лишь бы кто-то еще новый Чтобы был в репертуаре На самом деле потом я ради интереса стал очень много слушать Чтобы понять для себя, ну что же такого особенного в этом Мэтнере И должен сказать, что очень много произведений я полюбил И два произведения, которые я буду играть завтра на концерте Это вечерняя песня из забытых мотивов первого тома И трагическая соната до минор из второго тома забытых мотивов Эти два произведения принадлежат именно таким, в которые я влюбился, можно сказать, с первого взгляда Или прослушивание, с первого прослушивания И вообще вся программа состоит из произведений, которые я очень люблю Николай Мэтнер – это композитор московской школы Он обучался в московской консерватории Дружил с Сергеем Васильевичем Рахманином Это композитор, который также прозвучит завтра в программе И более того, Сергей Рахманинов в годы эмиграции Николай Мэтнер очень помогал ему финансово И в первое время, когда Николай Мэтнер обустраивался в Европе И потом во время гастролей И Николай Мэтнер, так же, как наш сегодняшний гость Антон Распудько Был в первую очередь пианистом изначально И окончил московскую консерваторию золотой медалью как пианист И более того, композиции он не обучался Он брал уроки у известного композитора Фёдора Гедики Кстати, сын Фёдора Гедики, Александр Фёдорович Гедики Был известным органистом, что близко мне И родоначальником российской органной школы И Мэтнер дружил с семьёй Гедики И несмотря на то, что он считается русским композитором Корни у него, конечно, далеко не русские Мать была немкой Отец датчанином, но они долгое время уже жили в России И Мэтнер себя, конечно, причислял к русским композиторам И что характерно, в его творчестве отобразились именно черты Мелодика русской музыкальной школы И вот это вот сопоставление Рахманинов и Мэтнер Для меня, как для музыковеда, очень характерно В концерте, который прозвучит завтра в Малой гильдии в 19.00 31 октября и выступать будет наш гость Антон Распудько А вот вторая часть программы Брамс и Шопен Почему именно эти два композитора попали в вашу программу? Ну, во-первых, это имена, которые в представлении и в рекламе не нуждаются Они сами за себя говорят Это прекрасные композиторы, сочинившие множество шедевров Что касается конкретно Брамса, с произведения которого начнется концерт Это вариации на собственную тему ре-мажор Первый цикл из 21-го опуса Это произведение, которое не самым частым образом исполняется в мире Но оно, на мой взгляд, прекрасно Несмотря на свою мажорную тональность Оно просто пронизано, пропитано какой-то глубинной меланхолией И это тем больше поразительно Если мы смотрим на год создания этого произведения Это 1857 год, то есть Брамсу было 23-24 года Но, в принципе, когда я прослушиваю это произведение и играю его У меня ощущение, что это уже оглядка пожилого человека на свой жизненный путь Ну, у Брамса был очень трагический путь И поэтому, в принципе, он всегда писал очень сложную музыку Для того времени И, в принципе, посмотрите, если да, то у вас фактически все композиторы Еще это все иммигранты Брамс родился в Германии Не был признан в Германии И уехал, кстати, в Австрию, в Вену Где сейчас проживает Антон Распудько И об этом мы поговорим чуть позже Шопен родился в Польше И всю жизнь прожил во Франции Опять-таки, эмиграция Рахманинов и Мэтнер сбежали от революции И всю жизнь Мэтнер прожил в Лондоне Сначала в Германии, потом в Париже, во Франции Где его творчество совершенно не признавали Он был никому не интересен И лишь нашел приют в Англии И Рахманинов, который сначала сбежал в Европу А затем в Америку Был, в принципе, обласкан американской публикой Но стоит отметить, что почти То есть ни Брамс, ни Мэтнер На родине долгое время не были признаны Не было ли в вашей программе То есть, можно вашу программу было бы назвать Изгнанники Вы знаете, я только сейчас понял, что есть такая вторая линия Это даже у меня сначала не было замечено Мой приоритет был просто составить Замечательную программу из шедевров романтизма Но это действительно очень интересно Хотя, я думаю, что это вообще судьба артистов Их не везде принимают И тогда, и слава Богу, сейчас тоже Можно ездить, можно пытаться сделать карьеру Показывать свое искусство в разных местах В разных странах И я считаю, что это замечательная возможность Другое дело, конечно, всегда жаль Когда на родине Как вот в случае упомянутых композиторов Есть некий дефицит признания Хотя сейчас это, конечно, компенсировано Например, Мэтнер Сейчас переживает вторую волну не только В Англии, в которой она началась С подачи, кстати, одного индийского махараджа Который незадолго до смерти Мэтнера Выступил ему меценатом Он поддерживал не только его концерты Но и многочисленные записи Да, кстати, именно этот индийский махараджа Инициировал создание Мэтнеровского общества И при жизни Мэтнера были записаны Самим автором все произведения его А стоит отметить, что Мэтнер не написал Ни одного сочинения без участия в фортепиано И, в принципе, этим даже не мог похвастаться Рахмайнов Который сохранились записи автора Но, наверное, Мэтнер – это единственный композитор того времени Чье творчество сохранилось в авторском исполнении На мой взгляд, это крайне ценно В таком объеме, мне кажется, да, это исключение Действительно, это для нас И для музыковедов, и для пианистов Большая радость И огромная благодарность индийскому махараджа А вот, Антон, вы родились в Юрмале Сейчас проживаете в Вене Нет ли у вас ощущения тоже изгнания? И где вас больше принимают? В Латвии или в Австрии? Где у вас больше поклонников? Мне сложно сказать Это такая математическая Вряд ли ее можно изведать Но, мне кажется, что если мы упоминаем Латвию и Австрию Может быть, сейчас это даже где-то поровну Потому что, конечно, есть немало людей Которые меня помнят По моим еще подростковым успехам Потому что я достаточно рано отсюда уехал Сколько вам было лет? В 16 лет я поступил в университет В университет Монцартова в Зальцбурге И в 17 лет я там уже непосредственно стал учиться Но до этого здесь, в Латвии, я был очень активен И можем здесь упомянуть и конкурс Юрмала в 2010 году Где я выиграл И тот же конкурс в 2007 году Где было второе место еще тогда Ну и многочисленные национальные конкурсы То есть вы обучались сначала в Юрмале А затем сразу поехали в Зальцбург? Сразу, да, меня сразу поступил в Зальцбург Не страшно было ехать? 16 лет Вы знаете, тогда я, может быть, еще не до конца осознавал, что это такое Все это воспринимал немножко как приключение Все началось с того, что я поехал показаться моему будущему педагогу Павлу Львовичу Гелилову Представителю русской фортепианной школы Или, можно сказать, советской фортепианной школы На летнюю академию в Монцартеуме Это было еще в 2009 году И так получилось, что я там себя неплохо показал Еще стал лауреатом этой академии И впоследствии мы запланировали с Павлом Львовичем Что я буду поступать к нему И это было весьма неожиданно Было весьма неожиданно, что это так быстро произошло Потому что я тогда еще, на самом деле, не закончил обе школы Я учился отдельно в общеобразовательной, отдельно музыкальной И получилось так, что я уже дозаканчивал это все В принципе, переселившись к тому моменту уже в Зальцбург Вот, и вот такая история Поэтому я думаю, что с того периода меня, помню, здесь немало людей И то, что осталось не так много билетов Это свидетельство тому На завтрашний концерт На завтрашний концерт, да И что касается Австрии Я там весьма активно себя тоже показывал И в Зальцбурге, и сейчас уже в Вене Был ряд выступлений И соло, и дуэтом С австрийской пианисткой Юдит Энгель Которая, кстати, тоже училась у Павла Львовича Гелилова Вот, и это будет продолжаться Так что, да, я думаю, что это странно Где больше всего у меня аудитории в данный момент Хотя и в Германии есть уже, так скажем, поклонники Я не побоюсь этого слова В городе Дармштадт я регулярно выступал Несколько лет Какие программы любят в Вене, в Дармштадте? В Дармштадте конкретно в основном русская музыка Потому что там эти концерты проводило рахманиновское общество Один выходец из России Переехавший в Германию Он его основал И, конечно, там в каждом концерте был рахманинов Но в том числе я играл там и президент других авторов Самые разнообразные Гендель и Шопен, Ди Би Си Для многих Дармштадт это также Мекка современной музыки Там проводятся знаменитые дармштадтские курсы Это курсы для музыковедов и композиторов Именно современной музыки То, что творится сегодня То, что сочиняется сегодня Эта музыка часто нам непонятно И она очень необычная И для меня достаточно странно всегда слышать Что еще помимо этого в Дармштадте можно услышать Рахманинова, можно услышать и Генделя То есть действительно все-таки Это город разносторонний И не только авангард, верно? Ну я думаю, что мы на самом деле понимаем В глубине души, что если даже где-то основано что-то Если где-то основано что-то связанное с авангардом Это все равно, к сожалению Или просто как факт Никогда не является продуктом потребления большинства Это все-таки Всегда нужно время Чтобы это приняло больше людей Хотя, конечно, в Дармштадте, наверное, этого больше Этой тенденции, этой любви к современному Поэтому я, кстати, не избегаю современной музыки И в том числе я там исполнял произведение Одного современного композитора турецкого происхождения Которая там проживает в Дармштадте И там также обучалась Но правда это по музыкальному языку Опять же, может быть, не самое современное В прямом смысле слова Можно сказать, что это такой неоромантизм С фолк, скажем так, добавкой К этому музыкальному языку Бывает ли такое, что вас приглашают играть концерты И ставят условия по исполнению программ Мы бы хотели услышать таких-то композиторов И даже конкретные произведения Очень часто такое бывает Допустим, последний пример Я недавно получил предложение уступить в Палермо В Италии Там в этом году, в зимнем сезоне Ну, правда, это уже будет март Но еще считается зимним сезоном У них такая интересная комбинация Бах, Моссарт и Прокофьев Вот И, в принципе, можно какие-то параллели найти Особенно Моссарта и Прокофьева Потому что, в общем, Прокофьев По рафинированности И своему перфекционизму В общем, очень даже в чем-то классичен И симметричен и так далее И известная классическая симфония Которая написана И в молодости Она еще больше подчеркивает Эти тенденции в его душе Вот И там просто конкретно Может быть, не по произведениям По авторам было мне Ну, скажем так, выставлено Не то, что условия Но вот Пожелания Да, такой пункт в пожеланиях Ну и так далее Это достаточно типичное явление Здесь Скажем На примере концерта Который завтра Я сам Выбирал свою программу У меня была такая роскошь В этом смысле Но по-разному бывает Дорогие друзья Мы сейчас придемся Ненадолго На рекламную паузу И вернемся к нашей передаче Культурная среда Дорогие друзья Продолжается наша культурная среда Завтра В конце 31 октября В Малой гильдии Выступает гость нашей программы Антон Распудько Пианист Наш земляк Ныне проживающий в Вене С программы При издении Брамса Шопена Рахманинова И Мэтнера А что же будет дальше На этой неделе 1 ноября До Москвы Выступит Известный Саксофонист Из Израиля Евгений Джейсевен И программа называется Не только джаз Стоит отметить Что Евгений Джейсевен Играет не только На саксофоне А также На испанской гитаре Блокфлейте И различных барабанах Почему я говорю Различных барабанах Потому что действительно Это целое семейство И необязательно Те инструменты Которые привыкли Видеть Обычные слушатели Это На мой взгляд Очень интересное мероприятие И Я удивляюсь Евгению Потому что В 15 часов Почти такой же концерт Будет В латышском обществе А в 19.00 В доме Москвы Вот такой у него Концертный марафон 2 ноября Премьера В музыкальном доме Дайля Раймонд Пауз Представляет Интересный Концерт Перформанс С его музыкой И также Музыка его Современников Будет звучать Будет исполнять Анце Краузе Это голос Затем Раймонд Пауз Фортепиано Эльза Селиня Скрипка Раймонд Мацет Народные инструменты Оскар Спродис Бас Артис Орубс Ударные инструменты Это 2 ноября В 19.00 В музыкальном доме Дайля 3 ноября Органный концерт В Домском соборе От Баха До Видора Выступает Известная Органистка Илза Рейне И вместе с ней Дуэтом выступит Иева Пудене Флейта Они исполняют Произведения Баха Моцарта Мендельсона И Видора У Баха Прозвучит Грандиозная Виртуозная Прелюдия Фуга Ре-мажор Это произведение Такое Скажем так Произведение На выносливость В течение 13 минут Педальное Соло С такой же Скоростью Как играют Руки И одно Из самых Ярких И виртуозных Произведений Оганна Себастьяна Баха И поэтому Его постоянно Включают В всевозможные Органные Конкурсы И вот Это свое мастерство Покажет Илза Рейна Помимо этого Прозвучат Части Из Оркестровой Сюиты Ре-мажор Моцарт Будет представлен Анданте До-мажор Также Прозвучат Гениальная Соната Номер Шесть Феликса Мендельсона Бартольди И Шарль Мария Видор Композитор Француз Его произведения Будут Представлены Сюита Для Флейты И органа Две части А также Грандиозная Яркая Аллегра Из Шестой Симфонии Не путайте Симфония Это не Произведение Для симфонического Оркестра Это Произведение Именно для органа Дело в том Что в конце XIX века Луи Вьерн Создал Новый Жанр Органной Музыки Это Органная Симфония Дело в том Что как раз В те времена Были созданы Новые Инструменты Симфонические Органы Это Органный Мастер Аристит Кавай Коль Который Создавал Потрясающие Образцы Органов Это В церкви К сожалению Вот сейчас Сгорела Церковь Нутердам Де Пари Но Орган Остался В целости И сохранности Орган Аристид Кавай Коля Также Церковь Святой Клотильде И вот Шарль Мария Видор Который Был учеником Луи Вьерна Создал 10 симфоний Для органа Соло И представляете Некоторые симфонии Длятся Порядка 50 минут И фактически Это целый концерт Но Аил Зерейна Исполнит Первую часть Шестой симфонии Наверное Это самая Известная симфония Французского Композитора Это концерт 3 ноября В Домском соборе В 19.00 4 ноября Опять-таки Домский собор В 12.00 Концерт Пикколо И выступает Муж Илза Рейны Айгарс Рейнис Такая супружеская Чета У которых Кстати Есть прекрасный Дуэт И они часто Исполняют Концерты Для органов Четыре руки И четыре ноги Кстати Наверное Потом нам Антон Распутико Расскажет Как часто Он играет Сам Клавирные Дуэты Потому что Это случайно Клавирной музыки Написано В разы больше Чем для органа Так вот Айгарс Рейнис В 12.00 Будет играть В Домском соборе 5 ноября Открытие 19 фестиваля Музыки Иоганна Себастьяна Баха Недавно У нас в гостях Была Организатор Этого Фестиваля Концертный Директор Айна Каунцема Директор Фестиваля Иоганна Себастьяна Баха И вот 5 ноября В малой гильдии Опять-таки Будет концерт Ансамбля Ле Муфатти Это брюссельский Барочный оркестр И в программе У них Контаты Иоганна Себастьяна Баха Номер 32 И Сюита Ре Мажор А также Достаточно редко Звучащий Здесь в Риге Композитор Иоганн Кристоф Граупнер Прозвучит Его концерт Для Габоя Дамур Концерт Для Габоя Дамур И Струнного Оркестра Ну именно Барочный Оркестр Вот такая Интересная Программа И 6 ноября Будет звучать В Эфе Латышская Киномузыка Конечно же Это Раймонд Пауз Мардерис Заринш Петерис Платидис Это музыка Советского Кино Написанная Латвийскими Композиторами А исполнители Дита Кренберг Кренберга Простите Флейта Инта Суне Павиолончель И Юрис Жвиков Задала вопрос Играете ли вы В четыре руки На фортепиано Играю Не крайне часто Но последний опыт Был как раз С упомянутой мной Австрийской пианисткой Юдит Энгель Мы исполняли На мой взгляд Прекрасную программу В первую очередь Это все был Шуберт В первую очередь Это была фантазия Фа минор Которая Это просто классика Фортепиано Дуэтов А затем Мы играли Очень интересную Версию Переложения Для четырех рук Цикла Вокального цикла Лебединая песня Шванангезанг И я вам скажу Это также Шуберт Да Это также Шуберт И это был Крайне интересный опыт Конечно Мелодия Не звучит так Как в вокальном варианте И возможно Темпы Нужно несколько Изменить Чтобы это Гармонично Скажем так Звучало И лилось А в какую сторону Изменить Потому что Мы органисты Всегда часто пытаемся Замедлить темпы А вот как пианисты Они наоборот Пытаются все ускорить Я думаю что В данном случае Я немножко ускорял Поскольку Вокалисты все таки Ну Главная разница В звукоизвлечении Между вокалистами И пианистами Мы не можем Продлить звук Который мы извлекли Он умирает Только родившись Очень-очень быстро И поэтому Как-то это нужно Более Более компактно Во времени преподнести Кстати Музырание в четыре руки Это Скажем так Занятия были Излюбленными В 19 веке Не было ни телевидения Ни радио Надо было как-то Развлекаться И в аристократическом Обществе Всегда было принято Играть симфонии В четыре руки И конечно Очень много было Переложений И в европейском Обществе И в русском Дворянском Обществе Когда собиралось Знать И девицы Благородного Происхождения И пианисты И композиторы Садились и играли С большим удовольствием В четыре руки Конечно Это была музыка Можно сказать Для домашнего Увеселения Для развлечения И она не выносилась На широкое обсуждение Не игралась В концертной практике И хотя Создавались Произведения Специальные Для четырех рук Но в то же время Это не были Произведения Прямо такими Шедеврами И лишь в конце 19 века Композиторы Стали уже Обращать внимание На такой дуэт Игра в четыре руки И конечно же Наверное Внесли В эту лепту Русские композиторы Когда стали Создавать произведения Уже Не для фортепиана В четыре руки Когда играют На одном инструменте А произведения Для двух роялей Когда пианист Играет каждый На своем инструменте И это конечно Сергей Васильевич Рахманов С его симфоническими танцами Какие еще произведения Вы могли бы назвать Для наших слушателей Которые созданы Именно для дуэта Пианистов Которые такие яркие Которые Интересно слушать Уже именно Для концертной практики Ну Во-первых Кстати Вы сейчас упомянули Симфонические танцы Это Переложения Переложения Которые я На самом деле Рахманинов Изначально Он написал Этот фортепенный вариант Потом уже Сделал оркестровую версию Интересно то Что в оркестровой версии Все гораздо Богаче Больше голосов Больше Может быть Каких-то Гармонических решений И кстати Именно Это все Переработал Известный пианист Российский пианист Вячеслав Грязнов Обратно Для двух раелей И вот именно это Я исполнял С моим коллегой Опять же Одноклассником По классу Павла Львовича Гелилова В Зальцбурге А сербским пианистом Павле Крстич Его зовут И мы с ним Исполняли Этот замечательный цикл В аутентичной Скажем так Оркестровой Можно сказать Версии Что касается Опять же Рахманина Вот у него есть Известнейшие Две сюиты Да Потрясающие Я мечтаю И как-нибудь Тоже сыграть Вот Но потом Первое Что приходит на ум Это По-моему Не оригинал Но Известная опера Порги и Бес Гершина Была замечательна Переложена Известным Английским пианистом Перси Грэнджером Была сделана Такая сюита Похожую сюиту По-моему Сделал Дмитрий Алексеев Известный Российский пианист Вот Ну На самом деле Больше переложения Чем оригинальных сочинений Вот Есть опять же Концерты Которые созданы Для двух Фортепиано И И оркестра Это есть И Моссарта У Баха Правда Тогда это еще Было не фортепиано Это Называлось Общим словом Клавир Это было Вот Ну Опять же К сожалению Пока что Данный период В моей жизни Я больше К сожалению Или просто Как факт Исполняю больше Соло И Бывают также Концерты с оркестром Кстати Вот композиторы Которые будут Которые вы исполняете Очень много писали Ну За исключением Шопена Который писал Почти только для фортепиано У него камерные музыки Можно по пальцам сосчитать А вот Брамс Рахмайнов Мэтнер Очень много написали Камерные музыки Где фортепиано Участвуют со скрипкой Виолончелью Конечно С голосом У Рахмайна Мэтнера Огромное количество Романцев Как вы относитесь К камерной музыке И часто ли вы Играете с другими Исполнителями Или вы Соло Пианист Нет Я замечательно К этому отношусь И я очень много Сотрудничал С исполнителями На струнных инструментах В нашем цеху Мы просто говорим Струнники В основном Это скрипка Это наверное Самая частая комбинация Я сотрудничал с армянским Скрипачом Хэром Давидианом Который Сотрудничал В свою очередь С Даниэлем Баринбоймом И Мы еще Познакомились во время Обучения в Зальцбурге Исполняли Очень много всего И Моцарта И Паганини И всевозможные Известные Скрипичные Концертные пьесы Крейслера И так далее Известную Санту Франко Ту же Санту Франко Я исполнял С величелистами Многочисленными Григо Сонату Замечательную Вот С вокалистами У меня кстати Было не так много Сотрудничества Я могу вспомнить Только Ну как пример Сотрудничества С Илоной Малецкой Здесь В риге В Юрмале Вот Ну в основном Это струнные инструменты Я также играл в трио Это опять же Все было В мой Зальцбургский период Это был И Дворжак Третье По-моему Трио Мы играли Это был Шостакович Второе трио Известнейшее Вот Ну вот Такие примеры Я Всегда с удовольствием Занимаюсь камерной музыкой И кстати Павел Иоич Гелилов Сказал мне Во время моего обучения Такую фразу Что Вообще Это основа Музицирования Именно В камерном Ансамбле Возможно Из-за этого Обмена Из-за постоянного Контакта С другими инструментами Это Это очень полезный опыт Всегда Я не поняла Не понаслышке Знаю Что пианистам Приходится заниматься Больше всего По времени В сравнении Со струнниками Тем более С певцами Сколько времени Вы каждый день Занимаетесь На инструменте И Сколько Занимались Вы Когда шли Вот К своему Совершенству Парсональному Сейчас Мне нужно Очень много Заниматься Но Опять же Не всегда Ты можешь себе Позволить Роскошь Сидеть весь день Играть Я стараюсь Чтобы минимум В 5 часов Был В день достигнут Хотя И это бывает Очень сложно Но В общем Это получается Я Кстати Был несколько удивлен Тем что Вы сказали Что струнники Может быть Проигрывают По часам Пианистам Мне кажется Что наоборот Они так как раз Больше всех занимаются По крайней мере Мне казалось По количеству меньше Потому что у них Элементарно Натираются Подбородки У скрипачей И из-за этого Возникает Очень болезненные Ощущения И самое главное У них рвутся пальцы От струн Это да Поэтому они конечно Так много Как пианисты Заниматься не могут И в принципе Больше всего По времени Занимаются Именно пианисты И скажите Когда вы учились Какой максимум Был сколько вы занимались Например Когда готовились К конкурсам Нет Знаете Самый максимум Это у меня Такой был спортивный Одноразовый Я так больше никогда Не делал Я в 6 часов Я начал заниматься Или даже в 5 Вечера И занимался всю ночь Это было В университете И вышел в 9 Ну понятно Что это так Просто мне было Надо один раз В принципе Среднее Продолжительность Занятий Ну у меня Больше 5-6 часов Наверное Редко поднимается Хотя бы Было как-то И 10 Тоже Ну Фактически Это как работа Люди Вот видите И у пианист 5 часов Вы не доположили В 3 часа И сейчас У меня Замечательная Возможность С таким видом Уроков Совмещает Свои занятия Так что Да В общем Рабочая неделя Она точно Выходит за стандарт Стандартный Обычный 40 Вот так вот Все происходит Пианист Всегда играют Наизусть И Для меня Как для органиста Это всегда Очень сложно И понять Сколько часов Музыки У вас есть В репертуаре И вы За короткий Период времени Можете подготовить Эту программу К выступлению По-разному Это За какой период Я повторю Сочинение Зависит от Во-первых Степени Современности Музыкального языка Конечно Моцарт повторяется Гораздо быстрее Чем Прокофьев Или тот же Рахманинов Или тот же Мэтнер Да Потому что Несмотря на свой В общем Романтический Мелодичность Да Все равно Это сложные Сложные гармонии Несмотря на свой Романтический Музыкальный язык Он Часто Кажется Просто Нелогичным На первый взгляд Потом ты находишь Сочинение Полифонические линии Ну да Сколько времени Вам нужно Чтобы вспомнить Например Этюд-картину Рахманинова Вы знаете Был один Этюд-картина Которую Я повторял К этому концерту Даже Несколько недель Это было Мне кажется Около трех недель Это Второй Из 39 Опуса По-разному Но на самом деле Что касается Часов Общего количества часов Мы в репертуаре Я не знаю Я честно говоря Я давно это считал С тех пор Это в начале Наверное Восхождения По концертному пути Потому что Так всегда делают Когда составляют Биографии Какой репертуар Потом Когда уже музыканта знают Необходимость Отпадает И Как будто Репертуар Больше и не растет Нет У меня есть Список конкретный Который кстати Публикован на моем сайте Даже Но вот именно Чтобы посчитать Сколько Потенциальных сольных программ Затрудняюсь ответить Ну возможно Около Пятнадцати сольных программ В арсенале у меня есть Я думаю Что это точно А есть какое-то произведение Которое вы Разбуди вас ночь Устанете и сыграете Наизусть Всегда В любое время Наверное Это самое любимое произведение Ну возможно Это могла бы быть Патетическая санта Бетховена В принципе И Третью санту Шопена Которую я Будет играть завтра У меня с ней уже Очень долгая история Отношений Скажем так Ну как пример Вот эти произведения Может быть то Что я играл В юности Играл очень много Потому что тогда еще была роскошь Заниматься короткой программой Очень много Сейчас уже такого нет Потому что постоянно Можно учить что-то новое И программа большая Вот И то что Скажем так Было зацементировано В хорошем смысле слова В юности Оно наверное Остается тоже очень долго Сколько программ у вас В месяц разных По-разному Это зависит от От количества И разнообразия Предложений В данном случае Так получилось Что у меня была Замечательная возможность Октябрь Именно уделить Этой программе И Это конечно Очень приятно Есть такая Свобода действий И некоторое Спокойствие Бывает так Что и За один месяц Скажем В этом году У меня были такие случаи Когда Может быть около Двух Или двух с половиной Часов музыки Было Играно За один месяц Такое бывает И это еще не самый Напряженный вариант Который может быть Ну да Когда мы посмотрим Гастроли Прославленных Пианистов Которые уже В возрасте И мы Желаем вам Достичь таких Больших успехов Спасибо То я лично Недумеваю Как им удается И держать в руках Такое Такое количество Репертуара И исполнять На высоком На высоком Профессиональном Уровне Потому что Фортепианная музыка Это одна из сложнейших И Это и технически Сложные Произведения И конечно же Кстати вот Как вы Насколько быстро Приспосабливаетесь К новым инструментам Ведь в отличие от Скрипачей Виолончелистов Вы не есть Своим инструментом И каждый раз Концерт На новом За новым инструментом Да У нас нет роскоши Возить с собой Собственный инструмент Хотя некоторые Очень популярные пианисты У которых есть Для этого средства И статус Они это делают Например Михаил Плетнев В свое время Это делал Гуровец Да Это адаптация Это может быть Самый Главный Может быть Потенциально Камень преткновения При выступлениях Но Слава Богу В основном Я играю в места Где Инструменты На хорошем уровне Настроены Может быть То что всегда Момент который Всегда присутствует Это Легкость Либо же Тяжесть Нажатия клавиши Потому что Где-то Это очень легко А где-то Нужно Буквально Продавливать Клавиши И Часто это связано С тем Что Если допустим Инструмент новый Он что называется У нас На профессиональном языке Неразыгранный Какой инструмент Завтра Будет звучать В малой гильдии Я Мне кажется Не ошибусь Что там стоит Стэнвей Я достаточно Там давно Репетировал И он Действительно Очень хорош То есть у вас Репетиции еще Предварительно не было Только завтра Она была Просто я На 99% Уверен Что там стоит Стэнвей И Завтра я еще Перед концертом Его Что называется Пощупаю После настройки Но Там вообще Не было Никаких проблем Он замечательно Звучал Я думаю Что после настройки Будет Просто идеально звучать И что касается Вот этого момента С прикосновением С клавиатурой Все Что называется Отвечает Прекрасно И вот завтра В малой гильдии Наш гость Антон Распудько Приглашает вас На концерт Сольный концерт 19.00 Осталось совсем Немного билетов И на мой взгляд Программа Прекрасная В первом отделении Прозвучат Брамс и Шопен А во втором отделении Рахманинов и Мэтнер Наша программа Подошла к концу Встретимся В следующую среду С вами была Елена Привалова До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok